Всем привет! Мы приехали в город Кронштадт. Он находится недалеко от Санкт-Петербурга, буквально полчаса на машине, может быть, минут сорок. И это место, этот город был основан также Петром Первым. Здесь был построен первый форт и также крепость для защиты от нападения с Балтийского моря. Сейчас мы подходим к главному собору города. Он называется Морской собор. Его высота, по-моему, около семидесяти метров. Высота креста около семи метров, то есть это одна десятая часть собора, это высота креста. Очень красивая. Площадь называется Якорная площадь, и на самой площади изображён якорь. Перед собором находится памятник адмиралу Макарову. Смотрите, из бронзы отлиты волны. Очень красиво. И здесь есть табличка, которая гласит, в 1911 году камень этот по высочайшему повелению поднят из воды в настоящем виде и передан для памятника. Памятник освящен 24 июля 1913 года в присутствии Его Императорского Величества, Государя Императора Николая II. И посмотрите здесь, как написано. И сзади... сзади изображён Мишка. Ермак в полярных льдах, то есть Ермак — это название вот этого судна. У меня немного трясутся руки от холода. А на другой стороне памятника изображён взрыв турецкого сторожевого судна. Великие сражения, великие победы. Я ещё хочу вам показать то, что здесь написано «Помни войну». Помни войну. То есть нужно помнить, что приносит война, какие потери. Морской собор в Кронштадте — это самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военно-морской храм России. Он был основан в 1903 году и посвящён памяти русских моряков, погибших в боях. Адмирал Макаров, чей памятник мы видели на площади, возглавлял комитет, ответственный за строительство. Собор был построен за 10 лет. Его внешний вид напоминает храм Святой Софии в Константинополе. В 1913 году собор был освящен в честь Николая Угодника — защитника и покровителя всех мореплавателей. На церемонии присутствовал император Николай II с семьёй. Величественный собор служил морским ориентиром. При подходе судов к Кронштадту моряки первым делом должны были видеть крест, расположенный на куполе. В случае наводнения храм также мог стать спасительным убежищем, так как находился на возвышенности. Собор был выполнен в морской тематике. Его украшали мемориальные мраморные плиты. На чёрном мраморе были выбиты имена морских офицеров и матросов, погибших в боях. На белых мраморных досках были имена священников, служивших на военно-морских судах и погибших в море. Службы в соборе проводились до 1927 года. С приходом советской власти собор постигла участь многих российских церквей. В 1929 году он был закрыт. Были сброшены колокола и кресты, закрашены фрески, разворовано церковное имущество. 150 плит с именами погибших моряков пошли на различные подсобные нужды. Позже их можно было увидеть в качестве разделочных досок на прилавках рынков, ступеней, надгробий, а также сидений в общественных банях. В 1929 году собор стал кинотеатром имени Максима Горького. Максим Горький – это знаменитый писатель, автор романа «Мать» и пьесы «На дне». В более позднее время в интерьер храма была добавлена сцена со зрительным залом на 1300 мест. Масштабные реставрационные работы по возрождению храма начались в 2002 году. Многие детали интерьера были восстановлены по черно-белым дореволюционным фотографиям. К сожалению, восстановить список фамилий погибших моряков не удалось. В 2013 году, когда реставрационные работы были завершены, собор вновь осветили. Ко времени окончания экскурсии мы изрядно проголодались и решили сходить в ресторан, который называется «Голландская кухня». Мы взяли рыбную солянку, борщ из свёклы с вишней и также взяли флотские макарошки. Я также взяла рыбу под названием «Судак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова